Наверное, больше половины молодых мам сталкивались с проблемой короткого дневного сна своего малыша. У вас куча дел и планов, отчаянно ожидая обеда и полуденного сна малыша, наконец-то укладываете его спать. И тут всего полчаса ребенок открыл глаза, гулит, готов играть и познавать мир. И так практически каждый день. Молодые родители со временем начинают наблюдать, что малыш не успевает отдохнуть и становится уставшим и неспокойным. Приходит понимание того, что надо что-то делать в ситуации, когда ребенок спит по 20-30 минут днем. Конечно, вы волнуетесь, понимаете, что есть какая-то причина, почему ребенок спит по 20 минут в день. Уже все родственники в панике советуют срочно бежать к доктору, чтобы он прописал какие-либо успокоительные или способствующие длительному сну лекарственные препараты. Конечно, это перебор. К специалисту обратиться можно, но только для осмотра ребенка. Если не будет выявлено никаких заболеваний или отклонений, то на этом можно и остановиться. Длительность снов в этом возрасте может быть от 20 минут до 2 часов. И тот, и другой вариант нормален. Даже если ребенок в один месяц спит по 20 минут, это не должно вас сильно пугать. Да, это неприятно и не соответствует тем статьям, которые обещали вам сон младенца в 20 часов в сутки. Только положили, дождались засыпания, встали, и ребенок сразу открывает глаза. Чем сильнее вы стремитесь уйти от ребенка во время его сна, тем сильнее начинает вас контролировать. Здесь уже одними укачиваниями не спасетесь. Важно начинать со снов детского сна. Формировать у ребенка ощущение спокойствия, чтобы он мог расслабиться и спать без вас. В 3-4 месяца начинает происходить перестройка сна. Сон ребенка начинает походить на сон взрослого человека. Теперь сон состоит из циклов, а каждый цикл – из поверхностного и глубокого сна. Регресс, ухудшение сна в 4 месяца – это серьезное испытание для мамы. Если ребенок спит по 20 минут днем, то она не успевает восстановиться и отдохнуть. Накопленная усталость влияет на ночной сон. Ребенок может часами сосать грудь, хныкать, устраивать гуляние среди ночи, и это тяжело. Просыпаясь где-то посередине цикла, чаще всего после окончания фазы легкого сна, ребенок лишает себе возможности пройти глубокую фазу, в процессе которой организм отдыхает и набирается сил. Такое поведение можно описать словами, сам не знает, чего хочет. Что же лежит в основе коротких снов и как избежать проблемы? Многие мамочки, измученные ситуацией с режимом крохи, перепробовали множество советов по этому поводу. И только затем начинают понимать, что сон ребенка – это не просто физиология. Не найдя четкого ответа, почему ребенок спит по 30 минут и как продлить дневной сон, постепенно обращаются к нам. Да, работая со сном, я всегда подхожу к вопросу с двух сторон. Нормализуем психологическое состояние ребенка, убираем тревожность, страх, раздражение, и создаем правильный режим дня по возрасту и учим ребенка спать спокойно. Итак, ребенок спит до 30 минут в день. Что с этим делать? Что лежит в основе недосыпания крохи, как избежать проблемы? Голод. Идя на поводу советов, мама иногда кормит малышей не перед полуденным сном, а после него, чтобы минимизировать ассоциативные связи с едой, в результате чего укладывают практически голодными, ребенок спит всего по 20 минут. Шум и свет. Применение затеняющих штор, белого шума даст возможность вашему малышу высыпаться. Для чувствительных, реагирующих на информацию в окружающем мире детей – это отличный вариант, так как простые шторы не дают темноты, характерны для ночного времени. Недостаточная усталость ребенка и микросны. Если ребенок не устал, то его довольно непросто уложить, и, скорее всего, он быстро проснется. Период томления. Утомленный ребенок становится очень возбужденным. Недосып тоже сказывается на поведении ребенка и на качестве его засыпания. Тяжелый переход от бордствования в состояние отдыха. Днем ребенку тяжелее заснуть. Ему не помогает гормон мелатонин, который вырабатывается с наступлением сумерек и в темное время суток. Поэтому перед дневным сном уделите время спокойному бордствованию за 10-15 минут до укладывания. Неподходящее время для дневного сна. Существуют определенные часы в течение дня, когда малышу лучше всего засыпать. Выделяют несколько временных отрезков. С утра с 8.30 до 9.30, днем с 12.30 до 2.00 и после обеда с 3.00 до 4.00. Еще раз отмечу, что это не время для укладывания на сон, а физиологические циклы, когда организм наиболее расслаблен и легче уйдет в сон. Неверные ассоциации. Причины, мешающие спать ночью, также могут влиять на дневной сон. Кормление, выпавшая соска, укачивание – все это помогает ребенку заснуть и становиться привычным, а затем необходимым условием для засыпания. Если у ребенка все в порядке со здоровьем, значит его недосып и результат – неумение сменить фазу легкой дремы на глубокое засыпание. Что нужно делать? Помочь перейти. Положить ребенка спать в течение дня и за все время и ожидать. Где-то за 5 минут до планируемого побуждения находиться возле него. Когда кроха закрутился и сдал первый звук, нужно действовать быстро и аккуратно. Делайте все, что поможет ему перейти в фазу глубокого сна. Покачайте, погладьте, дайте грудь. Любым привычным методом попытайтесь его успокоить. Если все это поможет, то он продолжит спать дальше. Необходимо так действовать в течение недели или дольше, постепенно продлевая сон малыша. И его организм научится правильно отдыхать. Продолжение следует... Продолжение следует...